Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На поляне был плановый мужской приход. Первый парень Григорий Рындыч, ему 23 года, он из Краснодара. Приехал к Вике Комиссаровой. Он инженер-строитель по образованию, строит дороги. Служил в армии, увлекается теннисом. Это Дмитрий Пшеничный, ему 27 лет, приехал из Питера, родом из Ханты-Мансийска. Ему тоже нравится Виктория, он считает, что Антон не дает ей нужных эмоций. Имеет экономическое образование, а сейчас артист театра и танцор-универсал. Молодой человек Вики на проекте Антон Батраков сказал, что не ревнует девушку, он ей доверяет. И мешать их общению он не собирается. На острове любви Лилия Четрару и Сергей Захарьяш снова вместе. Правда, Захарьяш проявляет симпатию также и к Юлии Ефременковой, но сейчас она строит отношения с Сергеем Кучеровым, и ей больше никто не нужен. Костя Иванов и Саша Гозиас полетели на отдых в Берлин. Главная цель, пишет Костя Аквапарк, скатимся пару раз на горках, отобьем свои пятые точки. Куда еще сходить и что посмотреть в Берлине, пишите. Многие зрители заметили, что после приезда на остров у Маши Кохно сильно опухло лицо. Хотя перед отъездом она делала уколы в скулы и губы, чтобы сдуть лишний объем. Скорее всего, у Маши аллергическая реакция, также было в свое время у Марины Африкантовой. Недавно состоялось очередное судебное заседание по иску Ирины Агибаловой против Татьяны Африкантовой. Агибалова и ее адвокат не явились на заседание по неизвестной причине. Сама Африкантова, по совету ее адвокатов, тоже не была на суде, и поэтому суд перенесли на 13 марта. Бывшая супруга Ивана Зари написала письмо ведущим Дома-2. Она надеется привлечь Ивана к выполнению отцовского долга. Женщина не подавала в суд на алименты, потому что она не конфликтный человек. Ваня всегда платил столько, сколько считал нужным, а не сколько положено. Но в последнее время он перестал присылать деньги на содержание дочери, а бывшей жене говорил, что зарплату на проекте пока не получает. Как стало известно, не только Ольге Бузовой и Жене Феофилактовой выпала честь посетить Грозный. Скоро там будет новое гостие. Алена Водонаева получила приглашение посетить столицу Чеченской Республики, чтобы лично познакомиться с Айшат Кадыровой и побывать в знаменитом модном доме, примерить несколько нарядов и обговорить условия будущего контракта. Многие считают, что участницам скандального проекта не место в таком городе, как Грозный. Телезрители Дома-2 отмечают поразительное сходство Вани Барзикова и новенького участника Антона Батракова. И глядя на этот снимок с городских квартир, многие даже сразу не поняли, что на фото не Ваня, а Антон. Недавно бывший участник проекта Рустам Колганов решил блеснуть своим умом и чувством юмора. Он составил собственный список под названием «Упыри Дома-2». Туда попало сразу 11 человек. А на 9 месте оказался Илья Яббаров, что очень обидело бывшего начальника изолятора. Теперь Яббаров требует публичных извинений или же грозится подать в суд на Рустама за оскорбление. Настя Волынец и Богдан Бобрик перебрались жить из Твери в Москву. Они уже второй раз пытаются закрепиться в столице. Настя об этом давно мечтает. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.